Сегодня Международный суд ООН объявит решение по делу Украина против России. Сегодня, в пятницу, 8 ноября, Международный суд ООН в Нидерландской Гааге объявит важное решение по делу о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, которые касаются аннексированного России и Крыма. Об этом накануне сообщила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль в Facebook. Это будет сложный день и важный одновременно. Завтра, 8 ноября, РЭД, станет ясно, какой именно подход будет применять суд к этому делу. Будет ли это исключительно формальный подход, на применение которого настаивает РФ, или суд примет позицию Украины и обратит внимание на то, что гибридная агрессия требует гибридной реакции на нее, написала Зеркаль. По ее словам, суд впервые рассматривает Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма. Это единственный инструмент, который позволяет привлечь к ответственности за финансирование терроризма. Или суд встанет на защиту сотен людей, пострадавших от спонсируемого Россией терроризма, включая жертв катастрофы MH17, актов терроризма в Мариуполе, Краматорске, Волновахе. Ответ на этот вопрос мы узнаем завтра, пишет Зеркаль. Украина подала иск в 2017 году. Киев считает, что Россия нарушает Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, поддерживая боевиков в Донбассе, и Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации из-за притеснения крымских татар и украинцев в аннексированном России и Крыму. Напомним, в июне 2019 года Международный суд ООН начал слушание дела. Смотрите самые важные и интересные новости на нашем канале. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Субтитры создавал DimaTorzok